Грызи огурец. Грызи огурец. Что ты грыз сейчас? Тысяча людей должны понять, что единственный вариант решения бездесущих проблем для каждого гражданина России – это мой пакет. Не что, что я его куда-то пускал? Можно сначала. Можно поставить какое-то место. Из всех кажущихся вариантов, единственный приемлемый – это приход к власти президента, который решит проблемы каждого россиянина. Причем сделает это неумозрительно в политических парадигмах, которые существуют ныне, которые завязаны на экономику, страдают от санкций. Или там простым языком, если говорить. А тот человек, который как тот самый описанный Мессия, который сделает жизнь каждого гражданина, каждого человека, просто человека, лучше. Тогда ждем видео. Про это предполагается будет снято кино. Мы не будем говорить, кто в главной роли, кто будущий президент России. Потому что это уже конъюнктурно будет казаться с нашей стороны. Но идея в том, что если появится человек, хоть Вася Попкин, хоть кто, кто принесет в каждый дом такую конструкцию в уменьшенном варианте, который будет производить, не производить, а регенерировать бесплатную электроэнергию, которую человек может отапливать в свой дом и освещать уроки своих детей, конечно, никакой нормальный человек не сможет ему отказать в своем голосе на президентском пуле, когда он будет заполнять бюллетень. И даже воин Владимирович. Конечно, он должен первый за него проголосовать. И указать пример. Он же по этому закону не может там, он просто подпишет, закинет, а потом может сказать, как он проголосовал. Он заранее может войти в состав инициативной группы. Вообще самая фишка, что действующий президент входит в состав инициативной группы общего момента. Этот сценарий рождается на лету, просто сходу. Вот, собственно, и всё. Такая вот идея, которая рождена не откуда-то там, из пальца высосана, а которая на злогу дня. Чем ещё может кто-нибудь ответить на грядущий кризис мировой войны? Все же понимают, что Путин очень хороший президент для России, но в те обстоятельства, в которые он попал нынче, как человек, как личность, из него будут делать с каждым течением всё хуже и хуже президента для России, потому что люди ощущают на себе вот эти санкции, шманкции, не знаю, что они там на себе ощущают, но в итоге жизнь людей становится хуже. И при этом растёт некий такой оболтелый патриотизм, связанный с тем, что лучше Путина всё равно этого никто не сделал. А мы говорим, что нет, это всё туфта полная. Путин в парадигме вот нынешней экономической модели, да, и он никуда из неё и вырваться не может, потому что те же там свифты, отмены которых пугают эти санкции, да, и так же колбасит по его карману личному и по карману вообще, ну он понимает, что без этого всё встанет. Конечно, там, да, предложено свой делать вообще Центробанк, чтобы там железный занавес сделал, чтобы рубль больше не был конвертирован, то есть возврат какие-то вот эти, да, парадигмы, но они всё равно экономически так же зависят будут от цены на нефть, там даже в советское время от цены на нефть зависело от брежневской экономики. Но когда появится бесплатная энергетика, да, вот когда человек принесёт жизнь каждого человека бесплатную энергетику, тогда невозможно существование вот этой экономической парадигмы, в которой мы нынче существуем. Потому что кому будет интересно вообще думать про то, сколько там стоит бар или шмар или нефти, которая вообще никому не нужна, понимаешь? И кто будет тогда ставить президентов? Барухи, Рокфеллеры? Ну как они это смогут сделать? И рептилоидов ставить на кучевые басты во всех этих МВФ там, когда у каждого МВФ у себя дома, у каждого Центробанка у себя дома? Ну да, эмиссионный центр. Всё, что хочешь. Каждый может себе федеральную резервную систему открыть вот здесь, да, и выпускать свою собственную валюту, потому что у него есть ресурсы, на которые он может опереться. Чёрт! Щёлкань! Та-да! Watch! Watch! Пошёл процесс! Поехали! Пожалуйста! Продолжение следует. Спасибо.